Деятельность Конституционного суда контролирует лидер Демократической партии Владимир Плохотнюк. Такое мнение в эфире передачи Индирект на телеканале Акчин ТВ высказал политический аналитик Алексей Тулбурь. Спутники ДПМ, начиная с независимого депутата Сергея Сырбу, заканчивая либералом ГИМПУ, поочередно протестовывают утвержденные ЛДПМ и ПКРМ законопроекты, явно невыгодные Демпартии. А Конституционный суд в срочном порядке рассматривает иски. Факт политического влияния, по мнению Алексея Тулбуря, очевиден. Любые запросы в Конституционный суд, которые касаются интересов Плохотнюка, рассматриваются в течение нескольких дней. И мы можем... А то и часов. А то и часов, да. И мы можем с великой долей вероятности предсказать результат. Ну и наоборот, если запрос не касается интересов Плохотнюка, или ему кажется, что он направлен против, значит, они могут рассматриваться месяцами года. Все судебные решения принимаются в пользу демократов. От аннулирования правовых актов, предусматривающих расширение полномочий правительства в отставке, до возвращения в должность генерального прокурора. В этой ситуации невозможно проведение досрочных выборов, считает Алексей Тулбуре. С таким Конституционным судом, с такой предсказуемостью действий Конституционного суда мы не можем идти дальше. Не можем идти на выборы. Я уже даже не говорю о воссоздании альянса, хотя тут несколько слов можно сказать. Почему нельзя идти на выборы с этим Конституционным судом? Потому что у Конституционного суда есть прерогатива признания этих выборов легальными или нелегальными, Конституционными или неконституционными. Ситуация, когда существует большая вероятность того, что Демпартия вообще не попадет в парламент при 4-процентном пороге, либо при 6-процентном пороге. Значит, есть опасность того, что Конституционный суд, который находится под полным контролем Плохотнюка, просто объявит эти выборы, особо не утруждая себя аргументами и так далее, объявит эти выборы не Конституционные. Гражданское общество и политический класс давно осознали, что толерантными мерами избавить государственные структуры от влияния олигархических и мафиозных кланов не удастся. Нужны решительные шаги в деле спасения государства, считает Алексей Тулбуре. Совершенно очевидно, что у нас ни демократия, ни правового государства, ничего этого нет. Государство полностью захвачено. Совершенно очевидно, что нам нужны чрезвычайные меры. Совершенно очевидно, что чистоплюйствовать и в белых перчатках иметь дело с мафией, это проиграть. Поэтому у нас сегодня это понимание должно быть у политического класса. Поэтому у политического класса, который хочет блага и хочет добра этой стране и обществу молдавскому, должно существовать понимание и должна существовать готовность к заключению некого пакта. Пакта, который предусматривал бы декриминализацию государства, деплохотнюкизацию государства. И тут, поскольку ситуация форс-мажорная, тут нужны чрезвычайные меры. Алексей Тулбуре убежден, что только немедленное приостановление антигосударственной деятельности нынешнего состава Конституционного суда создаст гарантии восстановления молдавской демократии и организации досрочных, свободных и демократических парламентских выборов.